Что касается игры, хорошо начали первый тайм, наверное минуты с 15-20 уже игра выровнялась, была так и на встречных курсах. Второй тайм тоже начали хорошо активно, смогли забить, и после удаления уже играть стало существенно легче, поэтому результат, который нас естественно устраивает, мы рады и поздравляем ребят и наших болельщиков с победой. Но я думаю, что в следующей игре и в ответной игре против Мальми нам будет гораздо сложнее. Сегодня удалась игра и по счету, и по качеству, что будет дальше мы уже посмотрим. Спасибо, переходим к вопросам. Гоша Чернов, Спортэкспресс. Сергей Владимирович, с победой. Со стороны эта победа выглядит самой легкой в этом сезоне, и по счету тоже такого счета еще в этом сезоне не было. Как вы считаете, во вашем учрении, это самая легкая победа в сезоне, и в целом почему так получилось? Конечно, не самая легкая. Первый тайм мог закончиться и с другим результатом абсолютно, и у нас были моменты, и у Мальми были моменты. Повторюсь, наверное, что, конечно, второй мяч и удаление, после этого игра стала уже более спокойной, и нам стало гораздо легче играть. С первой победой в Лиге чемпионов Сергей Богданович. Скажите, пожалуйста, стояла ли задача забить как можно больше, чтобы обеспечить хорошую разницу забитых и пропущенных мячей? Это первое. Да нет, конечно. Главная победа, а мячи и результат он может любой. Всегда хочется выигрывать, выиграет крупную, но не всегда получается, поэтому, конечно, такой задачи не было. И еще один вопрос. Третий гол был забит дальним ударом. Это достаточно редкий случай в нынешнем «Зените». Будет ли этот опыт использован в РПЛ? Начнем с того, что забивать с дальних дистанций не так просто. Что касается тяжести, а не тяжести, если мы говорим по XG, то тяжесть ударов из-за штрафной, там, из-за 25 метров, она минимальна. Но у нас есть игроки, которые могут пробить. И сегодня тоже, и тот же Ярослав Ракицкий, и Дуглас, которые, и Малком, которые бьют, и сегодня нанесли много ударов. Ну, получилось забить один, это хорошо, но мы на этом не зацикливаемся. Если есть возможность для удара, нужно бить. Если есть возможность улучшить ситуацию, значит, нужно выбирать оптимальное развитие продолжения атаки. Коллеги, да, пожалуйста. Сергей Иванович, сегодня перед игрой в Телеграме появилась информация, что якобы Вильмур Бариос недоволен тем, что он играет в центре обороны. Не могли бы вы прокомментировать эту информацию? В целом, как вы, что вы, как отреагировал Бариос, когда вы ему сказали, что он будет играть в центре обороны? Бариос прекрасно отреагировал. И разговор из серии «Якобы» даже, наверное, комментировать не хочется. Это позиция, на которую он играет хорошо, и на которую он готов играть, и играет. Никаких проблем нет абсолютно. Я с ним лично два раза разговаривал, и перед игрой в Челси, и сейчас это все заблуждение, на мой взгляд. Сергей Богданович, в продолжение темы. Понятно, что, когда первый раз с Челси Бариос играл центральным защитником, по качеству игры в обороне всех все устроило, но сегодня, по всему случаю, ожидалась, наверное, совершенно другая игра. В чем идея игры Бариос третьим центральным в матчах, когда «Зенит» много владеет мячом? И второй вопрос, в продолжении темы. Почему сегодня было принято решение о том, что Дуглас будет смещаться в середину при начале атак, и насколько вообще это решение сыграло? По поводу Дугласа, я думаю, это было прекрасное решение. Мы выдвинули выше Долера Кузеева, а Дугласа сдвинули немножко в центр. Это что касается решения с Дугласом по поводу позиции того же Бариоса. Но у нас сейчас нет двух наших основных защитников, которые играли у нас в четверке. Естественно, позиция Бариоса именно в этой, она добавляет надежности при быстрых атаках соперника или против команд, которые играют в пять защитников, потому что всегда при низком блоке очень сложно успевать накрывать как раз крайних защитников. Мальми очень много играет флангами, и тот же сегодня и Ларсон, и Бергетт. Это очень хорошие, качественные игроки, которые индивидуально сильны. Плюс качество передачи одного-второго потрясающее. И тот же Бергетт за два неполных сезона уже больше 20 очков набрал по системе гол плюс пасс. Понятно, что он не всегда играет латералем, но и выше играет полузащий. Тем не менее, это цифры очень приличные для флангового игрока. Коллеги, прошу прощения, на этом все. Сейчас на ваши вопросы ответит Далер Кузеев. Спасибо. Спасибо большое.